Здравствуйте! Мы на старте дистанции. Самые интересные спортивные события недели представим в нашем традиционном итоговом обзоре. Сегодня в программе. Северсталь со Штепаником и без Штепаника. Чтобы куба не сломался. Северенко 2, лидер чемпионата высшей лиги Б. Много людей, это очень волнительно. Юлия Паскальна о том, почему российская сборная без медалей. Сама атмосфера чемпионата мира, это, конечно, фееричная. Бегут все. Стартовала спартакиада молодежи. Стимулы, они в основном моральные. Никакого финансового вознаграждения не предусмотрено. В Череповце стартовала спартакиада студентов. Эти соревнования были возрождены год назад. В этом году победитель определится по итогам соревнований по шести видам спорта. После некоторого забвения спартакиада молодежи была возобновлена в прошлом году. Это часть стратегии развития массового спорта в Череповце. Городские спортивные власти пытаются выстроить полную структуру соревнований во всех возрастах. Начиная с подзунков и дошкольных учреждений и завершая пенсионерами. Очень много уделяем в последнее время вниманию здоровому образу жизни. И воспитанию здорового поколения. Это как раз способствует, все эти мероприятия способствуют этим целям. Сегодня открытие спартакиады. Ее итоги подводятся в конце учебного года. В программу спартакиады вошли шесть соревнований по таким видам спорта, как легкая атлетика, мини-футбол, баскетбол, лыжные гонки и волейбол. Победитель определяется по лучшим местам в пяти видах соревновательной программы у юноши и четырех у девушек. В спартакиаде принимают участие студенты десяти учреждений высшего и среднеспециального профессионального образования города, включая все ведущие вузы и Череповецкое высшее военное инженерное училище радиоэлектроники. Составы команд определяют сами учебные заведения и наверняка привлекут все свои лучшие силы, включая и действующих спортсменов. Победа в спартакиаде тоже работает на престиж университета или училища. Бывших и действующих спортсменов нам избавиться не удастся, потому что они есть, они представляют свои учебные заведения, то есть это элита этих учебных заведений. Но на самом деле мы делаем акцент на массовость, поэтому такие виды, как легкая атлетика наиболее распространенные, лыжные гонки, мини-футбол очень популярный в нашем городе, баскетбол, волейбол мы включили в спартакиаду. Сегодня соревновательную программу открывали легкоатлетические забеги на стадионе «Металлург». Туда спортивные студенты переместились сразу после парада открытия в спорткомплексе «Юбилейный». На дистанцию вышли более ста учащихся. Девушки преодолевали тысячу метров, юноши бежали по два километра. Многим пришлось тяжело, но терпели и финишировали из последних сил. Итоги соревнований будут подведены позже. Волейболистские «Северянки-2» возглавили турнирную таблицу чемпионата России высшей лиги «Б». В выходные молодые череповчанки провели первые матчи на своей площадке. К удивлению, в том числе и самих волейболисток, на трибунах спорткомплекса «Юбилейный» собралось зрителей не меньше, чем на играх первой команды. Соперником «Северянки-2» была уфимская Уфимочка, которая еще в прошлом сезоне выступала в Суперлиге. Однако финансовые проблемы заставили команду из столицы Башкортостана опуститься в высшую лигу «Б». О сопернике череповчанки практически ничего не знали, поэтому полагаться могли только на свою игру. А тут еще и с сильным волнением пришлось бороться. Домашние игры – это очень волнительно. Мы дебютируем в высшей лиге «Б». Как бы очень сложно начинать второй тур дома. Поддержка – это очень приятно, но так как большой зал, много людей, это очень волнительно. Но мы постараемся справиться со страхом и волнением. Мы будем показывать свою игру, хоть и не так, как можем. Есть у череповчанок и свой существенный козырь. Команда молодежная, потому многие соперники недооценивают ее возможности. Но, видимо, это явление временное. Сначала была молодежная команда. Все говорили, что дети играют, дети играют. А когда мы начинали выигрывать, они признавались, говорили, что команда хорошая, берем свои слова обратно. В первом матче была довольно упорная борьба. Череповчанки сражались с соперницами и своими внутренними страхами. В итоге и тех, и других удалось победить. Счет матча 3-1. На следующий день молодые северянки уже играли уверенно, используя слабые места уфимочек. В этот вечер сомнений в превосходстве череповской команды уже не возникало. 3-0. Второй день абсолютно по-другому складывался. То есть мы намного более были, скажем так, увереннее в своих силах. Было полнейшее взаимодействие, я считаю, с изучением игроков первых темпов и доигровщиков. И более-менее стабилен был прием, игра в защите. Теперь в «Активе Северянки-2» 4 победы в 4-х матчах и первое место в таблице. Следующий матч на своей площадке молодежная команда сыграет уже в ближайшие выходные. Соперником станет «Экран» из Санкт-Петербурга. Череповец на один день заехала Юлия Пацкальная по дороге из Италии с чемпионата мира в Краснодар, где она будет играть в новом сезоне. Первая в истории череповчанка, сыгравшая на чемпионате мира, рассказала о том, почему российская команда не смогла защитить свой чемпионский титул. С первой попытки завоевать медали чемпионата мира череповчанке Юлии Пацкальной не удалось. Хотя играла она в составе действующих чемпионок. В команде была великая Екатерина Гамова и другие российские звезды. А дома за нее отчаянно переживала сяра дня. Мы болеем всей семьей. Я, папа, мама, бабушка, дедушка, все поддерживаем сестру. Конечно, результат не тот, который хотелось бы. Хотелось очень медали, но немножко не повезло, так скажем. Российская команда на решающем этапе турнира проиграла своим основным конкурентам – США и Италии, что оставило россиянок без наград. Зато Юлия Пацкальная приобрела бесценный опыт. Немножко разочарование. Есть расстройство, но это спорт. Все проходит. Есть поражения, они должны быть. Впереди будут значить победы. И только победы. И больше их. Но сама атмосфера чемпионата мира – это, конечно, феерично. Это супер. Туда попасть. Для меня это была очень большая честь. Честь сыграть за страну. Да, немножко не получилось. Теперь Юлии нужно сосредоточиться на игре за клуб. Чемпионат Суперлиги нового сезона она проведет в составе краснодарского «Динамо», который является претендентом на медали, а может быть и на чемпионство. В этой команде, кстати, выступает еще одна череповчанка – чемпионка Европы Наталья Дианская. А также ряд игроков сборной России и Бразилии. И «Динамо» можно будет увидеть в Череповце уже в начале ноября. У нас пройдет полуфинальный турнир Кубка России. Будем стараться играть хорошо, показать красивую игру, чтобы, как всегда, здесь было очень много болельщиков. Я думаю, что меня помнят и будут болеть не только за череповец, а в какой-то степени за нас, нас, череповецких воспитанниц. Я очень жду. То есть не то, что я там вот-вот-вот-вот-вот там все. Я, правда, очень жду и хочу поскорее приехать и сыграть здесь. Кроме Краснодарского клуба приедет также знаменитая «Уралочка» во главе с легендарным Николаем Карполем. И еще один клуб Суперлиги «Воронеж». В субботу женская баскетбольная команда «Волога Чаваката» стартует в чемпионате российской премьер-лиги. Сейчас в Волокжанке проводят последние контрольные матчи и тренировки. А болельщиков могу порадовать новостью о том, что баскетбол возвращается на телеэкраны. И 18 октября вас ждет первая в сезоне прямая трансляция. Как провели отпуск? Где проходили сборы? Возможность пообщаться с игроками лично у болельщиков выпадает не так часто. Во время сезона у баскетболисток слишком напряженный график. А вот перед началом чемпионата самое время узнать о настрое команды, пожелать удачи и познакомиться с новичками. Их в этом сезоне в составе Вологодского клуба всего двое. Игрок национальной сборной Швеции Эллин Элдебринг и американка Кейла Александер, которая в минувшем сезоне выступала за Ивановскую энергию. Команда обновилась всего на 30%. То есть мы решили в этом году играть 10 игроками, чтобы тем самым дать возможность разыграть наших молодых девчонок. Это Алина Замараева, Олеся Седлецкая и Ксения Кузьмина. Остальные игроки вологодским болельщикам известны хорошо. За Чавокату продолжат выступать Анастасия Лагунова, Ольга Горбачева, Альбина Ражева, Анастасия Шилова, Татьяна Петрушина и Ирина Ментгумери. Подготовку к новому сезону Чавокатки начали еще в августе. С тех пор успели поучаствовать в трех товарищеских турнирах. Из Литвы привезли два серебра, из Курска – одну бронзу. А в минувшие выходные уже при домашних трибунах подопечные Дмитрия Донского провели контрольные матчи с Ивановской энергией. Где-то какой-то рисунок игры появился. Ну, конечно, еще далеко от одеяла игра, которую хочется видеть. Но будем работать, и время еще есть до старта чемпионата. Ну и в течение чемпионата, я думаю, что мы должны прибавлять. Выигрывать у равных, дать бой сильнейшим. И в итоге не опуститься ниже шестого места в чемпионате России. Такую задачу минимум накануне официально озвучило руководство клуба. Но сами спортсменки и болельщики ставят куда более амбициозные цели. Конечно, в этом сезоне хочется показать намного лучшую игру и лучший результат. Мы планируем занять четвертое место. Мы будем каждой игрой доказывать, что мы можем это сделать, и что нам под силу все. Лучшее место в «Володе Чуваке» – это третье за всю историю. То есть, хотелось бы, чтобы в этом году заняли. Первое, второе – это тяжело занять, но третье. Хотелось бы, чтобы заняли. Поддерживать команду болельщики вновь смогут не только на трибунах Дворца спорта. Седьмой канал в «Володе» и «Двенадцатые» в «Череповце» в этом сезоне возобновляют трансляции домашних матчей «Чувакаты». В прямом эфире, в хорошем качестве и с подробным комментарием. Хоккеисты «Северстали» снова попали в полосу неудач. Сначала они неожиданно для многих проиграли дома «Витязю», а затем не смогли взять очки и в выездных матчах в Москве и Ярославле. После второго удачного выездного турне «Северстали» болельщики команды вновь приободрились и в большом количестве собрались на трибунах Ледового Дворца. И начало игры получилось очень оптимистичным. Уже на третьей минуте Геннадий Столяров открыл счет. На десятой минуте Вадим Бердников технично подставил клюшку под бросок «Альнквиста» 2-0. Еще через минуту Евгений Монс забросил третью шайбу. Казалось, что проблем у хозяев льда в этот вечер не будет. Вероятно, так посчитали и хоккеисты. При игре в большинстве два череповчанина нелепо врезаются друг в друга. Шайба отскакивает к сопернику, и тот реализует выход один на один с тротарем. Этот эпизод резко меняет ход матча. Начали хорошо. Вели 3-0. Видно, где-то расслабились. Потом игра не пошла. Извиняй. Что говорили? Надо добавить. Установку не выполнили. Виноваты. Борельщикам извинения. Еще до перерыва гости отыграли вторую шайбу. А во втором периоде счет сравнялся. И вновь череповчане упустили нападающего гостей, который оказался с глазу на глаз со Штепаником. В третьем периоде следует двойное удаление игроков Северстали. На две минуты хозяева площадки остаются втроем. И гости забрасывают шайбу, которая станет победной. В аналогичной ситуации спустя пару минут череповчане ничего не могут поделать с тройкой соперников. Матч одному из прямых конкурентов проигран. 3-4. Что происходит с нашей командой, честно откровенно, я даже не представляю. Потому что потом пошла сумбурность и так далее. То есть настолько раскрепощенные были, поведя тройкой. Потом допускают такие ошибки. Не знаю, чем это объяснить. Перелетами вроде бы. Все делали, подготовку правильно. Поэтому я думаю, что это чисто вот такое направление какое-то внутреннее. Будем готовиться к выезду. Раз на выезде больше получается, значит будем обыгрывать «Динамо», «Локомотив». Что же делать-то сейчас? В первой выездной игре «Северсталь» в Москве встречалась «Динамо». Впервые в сезоне место в воротах череповчан занял не Якуб Штепанок, а Роман Смирягин. Его ворота «Динамовцы» распечатали быстро, уже на восьмой минуте. Спустя всего 13 секунд шайба снова влетела в сетку ворот череповчан. Впрочем, до перерыва Захар Арзамасов сумел отставание «Северстали» сократить. Но он же нарушил правила на второй минуте второго периода. И Алексей Цветков реализовал булит. Затем еще две шайбы влетели в ворота Смирягина. 5-1. Этот результат в оставшееся время не изменился. Череповчане во второй раз в этом сезоне проиграли «Динамо». Ну, откровенно говоря, играли две совершенно разные команды. «Динамо», которая борется и будет бороться за Кубок Гагарина. И мы, которые боремся за попадание в плей-офф. Вот эта разница, наверное, она и сегодня проявилась. Следующим соперником «Северстали» был «Локомотив». Ярославцы неудачно стартовали в чемпионате, а потому после смены главного тренера в каждом матче отчаянно сражаются за каждое очко. В первом периоде «Локомотив» открыл счет при игре в большинстве. Во второй и третий матча хозяева «Льда» забросили еще две шайбы с интервалом менее минуты – 3-0. После этого Якуб Штепанок отправился на скамейку запасных. Чтобы Куба не сломался, понимаете. Я боялся, что еще пропустит шайбу. Он очень болезненно воспринимает. И поэтому как бы это. Я думаю, откровенно говоря, если зацепимся и, допустим, Ромка себя как бы не проявит, во всяком случае, нет вины его в том, что такие шайбы были забиты, я думал, верну Кубу. Понимаете, я даже сказал, что постараюсь вернуть. Но, откровенно говоря, мне Роман понравился. После замены вратаря череповчане немного встрепенулись. Точнее, активность проявила третье звено нападения. На 36-й минуте Павел Чернов один гол отыграл. Он же в начале третьего периода сократил отставание до минимума 2-3. Однако, довольно быстро ярославцы забросили четвертую шайбу у ворота Смирягина. А на 53-й минуте разница в счете снова достигла трех шайб после ликошеты от конька Павла Лукина. На последней минуте встречи Евгений Монс смог забросить еще одну шайбу. В итоге 3-5 поражений Северстали. Сегодня хоть у ребят глаза горели, что-то хотели и, в общем-то, неплохо сегодня играли и борьба была. Я не могу сказать, что это было в игре с «Динамо». Но так распорядилась судьба. Вот эти шайбы пропущенные, и рикошеты пошли, и это. Значит, идет продолжение немножко испытаний. Это все о спорте на сегодня. Снова выйдем на дистанцию через неделю в это же время. До встречи и будьте здоровы!